Приветствую вас, знаете, вот есть у вашего такого сообщения, да, есть у вас есть некий такой посыл, он, надо сказать, посыл, мягко говоря, не очень приятный, не очень хороший. Посыл этот связан с тем, в первую очередь, что у вас чувствуется, чувствуется, ощущается некоторая жертва. Вот в чем проблема. То есть, жизненность – это жалостливость, это угодливость, это стремление уговаривать, это нуждаемость определенного типа, определенного рода. Скажем так, да, да, как бы, именно вот нуждаемость. То есть, когда человек чувствует, что вы в нем нуждаем ждать, когда человек чувствует примерно такой посыл, примерно такой месседж. Войдите, пожалуйста, в мое положение. Войдите, пожалуйста, в мое положение. И вот, понимаете, в чем штука? Штука в том, что месседж, что не нравится работодатель. Им не нравится такая жертва, им не нравится, ага, вот, ну, в какой-то степени такая уязвимость, я бы даже сказал. Это именно что уязвимость. Да? Вот. Может быть, это проявляется только сейчас, может быть, это проявляется раньше. Но проявляется и раньше сказать сложно, однозначно сказать сложно, потому что информации нет. Но я совершенно точно говорю, что моменты, основной момент, который, вот, я бы, ну, на которые я бы обратил внимание, это момент именно связанный с тем, как вы себя профессионируете. Вот. Да, да. То есть вы можете быть вежливыми, вы можете быть профессиональными, но если у человека задается ощущение, что вы себя занижаете, да, если задается ощущение у человека, что вы себя занижаете, то, соответственно, всё, это сразу ведёт к тому, что вас отталкивает. И с точки зрения подбора кадров, это неплохая, ну, это вполне логичная такая, политика, вполне логичная такая позиция, потому что не хочется видеть на своём рабочем месте, не хочется видеть в числе своих сотрудников людей, которые себя обесценивают, людей, которые себя принижают в той или иной степени. Вот. А почему вам говорят про больничество? Почему вам говорят про болезнь, да, ну, в смысле, болезнь, ребёнка вашего, например? Потому что они не чувствуют того, что вы, что называется, нацелены на работу. Не чувствуют того, что вы, что называется, ориентированы на неё. Не чувствуют того, что вы хотите работать. А чувствуют, что да, вам нужны деньги, вам нужна работа, возможно, вам нужен стаж. Но, ощущается, вот, когда на вас смотришь, когда она с вами взаимодействует, ощущается, что вы, что вы сотрудник не в первую очередь. Ощущается, что, несмотря на свой здоровый стиль, но уверенность и прочее, вы мама. Или, может быть, кто-то ещё. Но не человек, который старается, который хочет преуспеть на том поприще, которое он выбрал для сына. Ну, собственно, вот, для, ну, так сказать, приложения, да, применения своих способностей, своих возможностей и так далее. Вот. То есть, ситуация здесь, в принципе, такая. Ситуация здесь, в принципе, такого плана. И я бы сказал, что внешне, вот, опять же, вы говорите про службу безопасности, вы говорите «брест стиль». Но это не совсем нужно психологам. Психологу не особо важно, что про вас говорит служба безопасности или в какой стиль вы одеты. Психологу важно то, что с вами происходит, внутренне, да. Психологу важны изменения тенденции вашего психологического состояния. О таких элементах я немножечко сказал. И помощью вам будет не выявление путем отбора механического слабого места и его замаскирования и закрашивания, как вы хотите, а помощью будет как раз таки приведение вас в гармонию. Чтобы вы получили такую работу, в соответствии с которой вам вполне себе реально проявлять себя без напряжения, без преодолевания себя как сотрудник. И если уж так вышло, что вам нужно деньги, то и работать, и вести себя нужно так, как вам нужно деньги. Ну и понимать сейчас отношение к вам со стороны и коллектива, и начальника. И в целом место работы будет одно, если вы хотите чего-то достичь, то же самое будет другое. Понимаете? У меня нет такого ощущения, что ваше внутреннее, то, что вы внутри, как внутри вы себя ощущаете, будет совпадать всем, что снаружи снаружи. И из-за этого вам отказывают. Но это только такой вот, знаете, как бы сказать, один срез, но есть еще и другой срез. Очень часто бывает так, что люди играют в психологическую игру под названием «Я же старался». Эта психологическая игра заключается в том, что человек искренне прикладывает усилия для того, чтобы чего-то достичь. Но по случайному стечению обстоятельств, это сразу в кавычках можно представить, ничего не получается. Человек прикладывается новые и новые усилия, перебираются новые и новые варианты, но у него ничего не выходит. Вполне вероятно, что где-то в глубине души работать вы не хотите. Вполне вероятно, что работой вы пытаетесь что-то доказать кому-то что-то. И вы пытаетесь доказать, но при этом не хотите работать. То есть, посмотрите, по факту вы не работаете. И для подсознания важно не то, чего вы хотите на уровне сознания, а то, где вы есть, кто вы есть сейчас. И что вы чувствуете для вашего подсознания важно это. И человек всегда получает то, что хочет в подсознании. Вопрос в том, какую проблему решает ваше подсознание. Тем, что посылает вас работу искать, не желая работы. Кого вы пытаетесь обманывать, кому вы пытаетесь что-то доказать, кто от вас требовал определенных результатов. Вот всё. Вопрос. Это не простой вопрос. Это вопрос, который требует своего изучения. Исследования. Работы. Вы к этому готовы. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...